За первое полугодие в Ненинском округе сократилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Снизился и уровень преступности против собственности, в том числе грабежей, мошенничества и краж. Однако увеличилось количество убийств от одного до трёх. В отчётном периоде удалось снизить число пострадавших в результате ДТП, не допустить погибших и образования очагов аварийности. Что касается статистики по угону транспортных средств, то оно существенно увеличилось с 5 до 12 фактов. Угнанные машины находились в открытом состоянии с ключами зажигания в замке. Расследование уголовных дел показало, что целью угона являлось скорейшее возвращение к месту жительства. В пользу и случай обращаюсь к жителям региона о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности, в том числе по сохранности другого имущества – это велосипедов, самокатов, лотов, снегоходов. Мошенничество – ещё один вид преступности, который набирает обороты. За первое полугодие количество данных преступлений увеличилось с 58 до 73. И это несмотря на то, что сотрудники УМВД России по Нинницкому округу распространяют предупредительную информацию через СМИ и официальный сайт ведомства. Что касается преступлений, совершаемых подростками, то их количество заметно уменьшилось. Более качественная работа всех субъектов профилактики способствовала снижению уровня преступности среди несовершеннолетних на 60% лиц, ранее переступивших закон на 25,9% в состоянии алкогольного обведения на 1% на бытовой почве среди мигрантов, а также применением оружия. При этом, несмотря на достигнутые снижения, уровень правонарушений среди несовершеннолетних в состоянии алкогольного обведения остается ещё значительным. Продолжается работа по пресечению поставки наркотических средств в регион. За первое полугодие выявлено 17 преступлений. Из них 16 относятся к тяжким и особо тяжким. 11 совершены в крупном размере. Совместная деятельность подразделений полиции и органов председательного расследования позволили за 6 месяцев на 9,4% сократить количество нераскрытых преступлений. На 71,4% больше раскрытых преступлений категории прошлых лет. Уровень раскрываемости преступлений составляет 70,5%, что на 13,3% выше общероссийского уровня и среди всех субъектов российского северо-западного федерального округа. В завершение отчётного мероприятия отличившихся в службе сотрудников управления наградили медалями. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.